интервью калибер ас немецким политическим аналитиком экспертом по геополитике специализирующимся на каспийском регионе и центральной азии курсом ункауфом 15 декабря в брюсселе состоится встреча лидеров азербайджана и армении ожидается ли на ваш взгляд какой-либо прорыв на этой встрече недавние провокации армянской стороны на границе поставили на повестку дня вопрос о фактическом исполнении подписанного 10 ноября 2020 года заявления тот факт что новая встреча между лидерами азербайджана и армении последует вскоре после недавней встречи в сочи инициированной президентом россии путиным в принципе является позитивным знаком для долгосрочной стабилизации южного кавказа необходимы новые форматы поскольку минская группа обсе не смогла оправдать возложенные на нее надежды и с тех пор изжила себя президент алиев неоднократно подчеркивал что азербайджан готов к серьезным переговорам о мирном сосуществовании с арменией как своим соседам на южном кавказе азербайджанское руководство явно смотрит в будущее армения с другой стороны вынуждена преодолевать травму от того что за 30 лет восстановленной государственности не создала никакого внутреннего механизма социальной интеграции кроме оккупации азербайджанских территорий в нарушение международного права премьер-министр пашинян находится под огромным внутренним давлением поскольку к сожалению значительные сегменты армянского гражданского общества не желают принимать решение своего руководства и за эти годы радикализировались принесет ли встреча в рамках саммита восточного партнерства ес больше результатов чем встреча в сочи на данном этапе является открытым вопросом сам ес должен четко определить какие инициативы он может конструктивно и реалистично реализовать в регионе в будущем попытка вытеснить россию турцию и иран с южного кавказа не будет конструктивным вкладом в стабилизацию региона несмотря на тот факт что армения передала азербайджану карты минных полей мирные жители по-прежнему подрываются на минах как вы могли бы прокомментировать этот факт с одной стороны было доказано что уже полученные армянский картографический материал является неполным и частично содержит ошибки это подтверждают представители правительства азербайджана а также эксперты по безопасности которые занимаются практическим разминированием на освобожденных территориях с другой стороны в последние дни перед и во время вывода войск армянские оккупационные силы установили многочисленные мины которые нигде не зафиксированы остается надеяться что в будущем такие действия будут объявлены международным сообществом вне закона разминирование и обеспечение безопасности карабаха и прилегающих территорий эта задача в которой уже участвуют отдельные европейские компании и следует надеяться что азербайджан получит дальнейшую помощь от международных экспертов в этом отношении так как для выполнения этой задачи потребуются многие годы с какой целью армения стремится к сближению с турцией но избегает заключения мира с азербайджаном в чем причина такого решения армения помимо полной экономической зависимости от россии с которой у нее нет прямой границы и отношений с ираном оказалась фактической изоляции в регионе последние сигналы из еревана в сторону турецкого руководства могут быть связаны с намерением способствовать более активной роли запада на южном кавказе через турцию как члена нато в то же время руководство армении не может принимать внешнеполитические решения без координации с москвой которая также поддерживает хорошие отношения с анкарей армянскому руководству было бы полезно содействовать процессом примирения как с турцией так и с азербайджаном а также снизить уровень радикализации и предрассудков в обществе эта задача ни одного поколения получит ли российские миротворцы в карабахе мандат на свое пребывание там от баку москва добивается продления присутствия российских миротворцев в карабахе после 2025 года чтобы продолжать обеспечивать свое влияние в регионе с точки зрения баку это решение не является лучшим вариантом но в настоящее время не существует реалистичных альтернативных концепций со своей стороны ереван постарается максимально расширить российское присутствие